Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лавкин. Письмо священника Григория Петрова митрополиту Антонию. Сокращение. Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященный Владыка Антоний, произведенное надо мною следствием, первое обвинение, дано священника Арсеньева, было опровернуто сами следователями, как явно ложное. Второе обвинение составлено было на основании жалоб на мои сочинения и на мои речи. Их этих жалоб духовные следователи и извлекли длинный ряд вопросов, которые предъявили мне из этих жалоб. А ответить на эти вопросы мне было бы легко. И я мог бы тем и дело кончить. Но эти ответы не были бы ответом на вопросы, которые я ставлю себе. То, что выдается нашим синодом за православную церковь, и что составляет синодальное ведомство, принимаю ли я все это как истинную Христову церковь? Согласен ли я во всем синодом православной русской церкви? Если различаюсь, то в чем и на каких основаниях? В ответ на эти поставленные мне мною вопросы я и предпочел вместо ответа духовным следователям послать нашему Высокопреосвященству изложение моих религиозных и отсюда вытекающих политических убеждений. Общая характеристика на личной синодальной церкви мне наглядно представляется в образе знаменитого храма Святой Софии в Константинополе. Величественный храм мудрости Божией в розу в землю засыпан кругом мусором, загроможден пристройками и надстройками. Так что с большим трудом углубившись только внутрь можно понять гениальность замыслу архитектора. То же и современным православно-синодальным вероисповеданием основы, стены, сущность Иисус Христос и Его Евангелие. Но как это глубоко вросло в нас в землю, как загромождено всякого рода надстройками, синодом, конторами, циркулярами и предписаниями, с трудом, с громадными усилиями сквозь эту наносную толщу доберешься до живого Христа. И вот в признании, в оценке этой наслоившейся веками за Христову Церковь человеческой толщи, я, несомненно, расхожусь со взглядами официального синодального православия, о чем и делом совести считаю открыто и ясно заявить. Поэтому и дальше я не говорю о том, что я признаю истинным, сохранившимся от подлинной Христовой Церкви, и в чем у меня нет различия. Я останавливаюсь подробно на том, что я считаю теневыми сторонами существующего православно-синодального исповедания. При переоценке жизненных ценностей идет и переоценка религии и христианства, существующей Церкви. И часто слышатся самые резкие и тяжкие обвинения против религии, против Христа и против Евангелия, против Церкви. Обвинения этой большей частью, как ни горьки они, звучат правдой. Упреки заслужены, только заслужены не Евангелем, не христианством, и даже не Церковью, а теми, кто выдавал и выдает себя за Церковь, что хотят олицетворить в себе и Евангелие Христа, то есть духовенство. Я беру здесь не личные слабости, недостатки, и даже не пороки духовных лиц. Это личное, человеческое, мимолетное, приходящее. Я разумею, основное направление исторической деятельности духовенства. Тот отпечаток, который оно, духовенство, в протяжении 19 веков накладывало и накладывало, накладывает на христианство чистое и небесное высокое учение Христа. Духовенство сузило широкую правду Христову, измельчило, засорило русско-евангельского потока жизни. И вот на этой стороне церковной жизни я и останавливаюсь, особенно подробно в моем изложении. Тут мое отличие от принятого обычным христианским духовенством, понимания Евангелия, христианства и задач в церкви. Это отличие во всей полноте, по цензурным условиям я ранее в печати высказать не мог. Говорить публично мне давно уже запрещено. Я пользуюсь случаем в изложении на имя вашего высокопреосвященства высказаться до конца. Высказать это нахожу особенно необходимым теперь, когда у нас насильственно заграждены уста правды, и когда общее вынужденное молчание может быть принято за одобрение страной всех тех поруганий правды Божией, которые теперь вошли в обычное правило и считаются чуть ли не вершиной общественной и государственной мудрости. Молчание церкви в данное время есть тяжкое преступление. И то, что сейчас делает духовенство в России, особенно духовенство высшее, монашествующее, одобряя все ужасы властей, это может быть и есть преданность существующему строю, но это несомненно измена задачам церкви, изменам правде Христа, презрения к нуждам Родины, принесения народных страданий в жертву правящей млости. Я говорю на себя смелость думать, что мои дальнейшие слова, если не во всех частностях, то в главном будут голосом значительной части низшего русского духовенства. во всяком случае я высказываю полностью свое понимание задач церкви в данное время. Того требует моя совесть. Вы поступайте, как подскажет вам ваша совесть. Более 20 лет тому назад еще юным семинаристом, мечтая о своем будущем, я твердо и сознательно наметил путь священства. Для меня церковь представлялась как представляется и теперь осуществляемым в людях царством Божиим, воплощением в человечестве божества, как божество было воплощено в Иисусе Христе. Обряды, формулы, веры, системы догматов одни не составляют церкви, хотя какое-нибудь участие в строительстве царства Божия в человеке я полагал, как и полагаю самым высоким и радостным делом. Делом, которое и в наше время требует еще многого и много работников. У нас ведь и после 12-19 веков проповеди Евангелия в лучшем случае были и есть отдельные христиане и исключительные личности, но нет христианства, нет христианского законодательства, нет христианских правовых бытовых норм, нет христианского образа правления, нет ни христианского общества, ни христианского государства. О христианстве всего человечества странно и говорить. Отношения народов друг к другу совершенно противоположны духу Евангелия. Самые христианские государства содержат миллионные армии для массовых убийств. То соседних чужеземных, то своих собственных недовольных насильственными порядками граждан. На чудовищные людобойни, на орудия истребления высасываются последние соки из-за дураченного населения. Массовые убийства, возведенные в науку, стали предметом военного искусства. Искусство убивать. Чем эти взаимоотношения христианских народов отличаются от международных отношений седой языческой древности? Чем от язычества отличается и отношение государств к своим прихожанам? Правительства насильничают над страной, угнетают население. Цари смотрят на государство, как на свое поместье. цари смотрят на народы, как на свои стада. Не сами служат населению, а требуют от народа службы себе. Вместо воли народа стремятся поставить свои желания капризы, часто безудержную блажь. и за все это берут с народа на свои дворцы, на свои дворцы ежегодно чудовищные миллионы, собранные грошами с обнищалого населения. И такое положение вещей считается законным, вошло в нравы. Наоборот, требования народами от царей уважения к правам населения признаются чем-то преступным, безжалостно подавляются и караются. Захватили унивших классов все, богатство, власть, даже религию. Сделали последнюю своей служанкой, а массу народа оставили нищету и невежество. Вместо радости дали пьянство, вместо религии грубое суеверие и труд каторжный, неблагодарный, незнающий отдых от труд. Высшее христианское духовенство с торжеством христианства не устояло перед соблазнами государства. Не духовенство повлияло на государство, а само восприняло от государства и внешний блеск, и внешнюю организацию, и внешние способы воздействия, внешние предупреждения, внешние принуждения и внешние кары. На Западе, в римской половине мира, церковь прямо была обращена в государство. Римские патриархи, папы, будучи главой церкви, были вместе и главой государства. Из пастырей обратились в правителей, в высших церковных сановников. Выше всего в церкви поставили свой личный авторитет, стремились усилить не нравственное влияние на общество, а внешнюю власть. Государственное начало съела церковь. Вместо царства божия получилось царство попов. На востоке в греческой церкви было не лучше. По письмам, ведь болезнь ни одного римского плира, по письмам страдает духовенство всех христианских исповеданий. Страдало не меньше и греческое государство. Высшее правящее монашеское духовенство здесь так же, как и на западе, жадно тянулось к власти. Но так как сильную на востоке императорскую власть высшему духовенству одолеть не пришлось, даже и в голову не приходило, то высшее духовенство и направило всю свою жажду власти внутрь церкви, заслонило собою паству и низший клир и заявило церковь это я, и чтобы беспрепятственно со стороны правительства пользоваться полной административной властью внутри церкви, церковные сановники, князья церкви размежевались с государственной властью. Правительству оставили неприкосновенная власть над обществом и государством, себе же взяли управление над церковью. при таком положении вещей обличения правящей власти нравственного воздействия на общественное и государственное устройство властного вмешательства церкви в ход событий с требованием подчиняться голосу евангельской правды быть, конечно, не могло. Правящая церковь и духовенство было покорным властям служило им послушным орудием. Были, конечно, отдельные случаи прочестского указания царями и пастырями на правду Божия, но это были только счастливые исключения. Общим же правилом было угодничество и прислужничество властям. Это вошло в нравы духовенства, стало чуть не догматом церкви. Как бы безбожно не вело себя правительство, какие бы злодеяния власть не творила, духовенство неизменно подтвердило народу. Слушайся, подчиняйся, того требует Бог. Продолжение следует. Редактор субтитров Продолжение следует...